Как вы определяете внутреннюю красоту? Внутреннюю красоту? Да. Для того, кто действительно может видеть, всё является абсолютно красивым. Разве это не относительно? Относительность вещей — это, опять же, социальный фактор. Это зависит от того, какие данные были загружены в вашу голову. Но если вы смотрите на что-либо, пребывая в определённом состоянии радости, для вас всё будет прекрасно. Когда вы несчастны, что-то будет для вас красивым, что-то нет. Когда вы счастливы, на что бы вы ни смотрели, всё выглядит абсолютно красивым. На это можно посмотреть по-разному. Один простой способ. Сейчас вы, возможно, отождествляете себя со многими вещами, начиная с вашего физического тела, ума, образования, вероисповедания, общества, со многими другими вещами в вашей жизни. Если вы просто сейчас сидите здесь со мной, вы являетесь лишь частичкой жизни, не так ли? Просто некоторое количество жизненной энергии — вот чем вы являетесь, не так ли? Вы отождествили себя со многими вещами, но по сути вы являетесь лишь некоторым количеством жизненной энергии. Эта энергия, которую вы сейчас называете «я», иногда была радостной. была? Была или нет? Пожалуйста, скажите «да», иначе это трагедия. Иногда она несчастна, иногда спокойна, иногда в смятении, иногда в муках, иногда в экстазе. Такое случалось, не так ли? Таким образом, эта жизненная энергия, которую вы называете «я», способна на все это. Если эта энергия способна на все эти вещи, если бы вы могли выбирать, какое бы проявление своей жизненной энергии вы бы выбрали прямо сейчас — страдание или экстаз? Несомненно, экстаз. Поэтому, если бы вы осознанно выбирали, как должна быть ваша жизненная энергия прямо сейчас, вы бы, несомненно, пребывали в состоянии абсолютной радости и восторга. Внутри вас происходят вещи, которых вы не желаете только потому, что большая часть вашей жизни протекает неосознанно. В мире случается то, чего вы не хотите. Вы не можете на сто процентов это прекратить. Лишь в некоторой степени мы можем влиять на это. Но внутри вас есть только один ингредиент — вы сами. В мире существует миллион факторов. Если мы хотим создать нужную нам ситуацию, нам понадобится сотрудничество сотен людей вокруг нас. Никто из них никогда не будет делать это на сто процентов. Они будут вести свою игру, не так ли? И это касается любой ситуации. Даже если в семье вас только двое, ситуация не может складываться, по-вашему, на сто процентов. Да или нет? Это что касается внешних обстоятельств. Но внутри себя вы — единственное обстоятельство. Никто в мире не ведет себя так, как вы хотите. Но, по крайней мере, вот этот человек, вы сами, должны поступать по-вашему, не так ли? Но прямо сейчас даже он не поступает так, как вы хотите. Поэтому вы спрашиваете, как достичь радости. Ни ваш ум, ни тело, ни эмоции, ни энергии не ведут себя так, как вам бы хотелось. С этим нужно что-то делать, не так ли? Если бы все эти четверо вели себя так, как вам хочется, вы бы, безусловно, были полны радости в каждый момент своей жизни, не так ли? При этом неважно, что происходит вокруг. Так что нам нужно исследовать эту технологию, потому что это субъективная технология, ведь единственный ингредиент в ней — вы сами. Пока мы не создадим определенную атмосферу приверженности этому и не сфокусируемся на том, чтобы научиться смотреть за пределы того, с чем вы себя отождествили, исследовать ее будет невозможно. Причина того, что духовная наука, особенно в Индии, стране, богатой традициями мистицизма, стала настолько нелепой, заключается в том, что люди пытались заниматься ей повсюду, без необходимой атмосферы преданности.